Ребенок идет в первый класс. Это важный этап в жизни каждого родителя. Часто перед взрослыми встает ряд вопросов, связанных с этим событием. Одни не определятся в 6 или в 7 лет отдавать ребенку в школу. И какой выбрать, какие справки, документы нужны. А самое главное, когда необходимо подать заявление в учебное заведение для зачисления первоклассника. Год назад об этом нужно было беспокоиться уже в феврале. А в этом году отложили до апреля. Что еще изменилось в правилах и что необходимо знать для зачисления ребенка в первый класс? Альбина Ламкова узнала подробности. До нового учебного года еще много времени. Однако думать о подготовке детей в школу уже нужно сейчас. Иначе будет поздно. Для начала родителям необходимо решить, в каком возрасте они отдадут ребенка в первый класс. В законе об образовании четко указано, что детей принимают в школу с 6,5 лет. Администрация учебного заведения может зачислить и ребенка, и младше этого возраста. Только для этого нужно подать специальное заявление. А также проконсультироваться у детского психолога. Не поменялось правило принятия детей в школу, живущих по прописке. Они также будут в приоритете. Местоположение учебного заведения имеет важную роль. Пешая доступность – приоритет для любой школы. Ведь важно, когда ребенок сам сможет добираться до места учебы. Также значим безопасный маршрут. В нем нужно учесть, сколько дорог на пути к школе, есть ли светофор и пешеходный переход. Ну а те родители, которые решили по определенным причинам отдать свое чадо не по прописке в ту или иную школу, то они должны будут подать заявки после 6 июля. В этом случае их примут. Но только если в учебном заведении останутся свободные места. Ну и, пожалуй, о главном изменении этого года – зачислении первоклассников в школу. Они будут приниматься по новым правилам, рассказала главный специалист управления образования Черкесска Рита Камова. Родители могут подать заявление, как очно прийти в школу, напрямую сдать документы. Также они могут на электронную почту школы подать заявление. Адреса электронных школ у нас находится на сайте управления образованием. В прямом доступе можно найти в интернете. Также можно подать заявление обычной почтой. Ну, как правило, у нас родители приходят в школу и пишут заявление в самой школе. Будут вести прием граждан для обучения с 1 апреля для детей, проживающих на закрепленной территории. Прием заявления ведется до 30 июня включительно. Еще родителям нужно знать, если классы будут укомплектованы в том учебном заведении, к которому относится ребенок территориально, то муниципальные власти должны помочь с устройством ребенка в другую школу. Кроме того, преимущества при зачислении имеют дети, чьи братья и сестры уже учатся в этом учебном заведении. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.